здравствуйте товарищи сегодня уже четвертый день пошел после моего падения что касается самочувствия ну так себе еще как бы без сильных изменений по-прежнему чувствую себя не очень но как бы обслуживать себя могу сам медленно со скрипом но это уже хорошо жопу вытирать мне не надо это самое главное чё я почему я решил еще раз записать видос на эту тему я все это время сейчас продолжаю анализировать рефлексировать думать как чё можно изменить чтобы будущем подобного не повторилось ну или минимировать знаете когда я начал изучать тему эндуро ну я как бы увлекся теории все начал смотреть всякие видосы искать информацию ну наверное как все нормальные люди это делают да и пересмотрел кучу всяких роликов вот на тему поездки по тету и все и в каждом ролике практически ты видишь как люди падают встают поднимают мотоцикл едут опять падают да и вот вот в этом как раскроется опасность притупляется инстинкт самосохранения ты начинаешь вот эти все падения других смотреть как на какую-то норму и получается что ты начинаешь думать непроизвольно я сейчас за себя говорю что одну ничего особенного ну упал встал и тряхнулся дальше поехал как бы но это на самом деле не так упасть можно по-разному можно легко отделаться можно сильнее отделаться я считаю что я относительно легко отделался ну сейчас конечно вы выходные я четыре дня выходных просрал можно сказать из-за этого но и сейчас придется еще на больничный уйти сейчас пойду к врачу вы чё думаете я такой нарядный то блин а сейчас пойду к врачу возьму больничный буду отлеживаться ну так вот парень что я хочу сказать то так еще раз сбился смысле тут отвлекся на боль в спине так сейчас соберусь поэтому ребята когда смотрите подобные видосы всегда держите в голове что падать это больно и неприятно но опять же тут ведь я опять сам виноват переоценил свои возможности съехал бы спокойно наслаждался бы видами пейзажами потихонечку бы вкатывался как бы привыкал к мотоциклу потому что мотоцикл новый и такого формат поездки был первый первый раз можно сказать я не знал как поведет себя мотоцикл ну может быть ожидания от мотоцикла были другие но видите опять же дьявол кроется в деталях это тоже давление шин какая у тебя экипировка нам не было туристическая туристический экипп но хорошего качества это руковский экипп то есть хорошие защиты 3d о ну то есть качественный дорогой экипп потом нам не были сапоги с альпинстар с в альпинстар 37 классные ботинки вообще обалденные не жалею что купил ну и шлем шой да как нет а в предыдущем видео в комментариях написали не по феншую но он сделал свое дело по что удар пришелся на левую сторону головы ощущения были что долбанули кувалдой по башке а потом еще пнули в легкое ну шлем отработал прям на ура то есть как бы с головой проблем вообще не было голова махом отошла так что все и вот на стандартной рукавской экипировки но на моей куртке пока не идет вот такая защита груди так чтобы не перекрыть микрофон в общем это защита груди тоже отработала в данной ситуации удар пришелся вот в это место тебе представьте если бы не было этой защиты вот этой защиты то легкие бы сломал ой нелегкие а ребра бы сломал точно стопудово единственное что мне не было защиты вот там сзади где вот слева от позвоночника вот где поясница вот место где почки вот чуть выше почек получается там не было защиты и поэтому сейчас основная боль как раз таки там то есть здесь на груди ну чувствуется так немножко но она не напрягает как там поэтому сейчас первая очередная задача после того как оклемаюсь поеду выбирать себе какой-нибудь панцирь или черепаху я еще не решил то есть преимущество такой защиты на мой взгляд меня что привлекает то что ты можешь носить поверх этого панциря любую другую одежду то есть ты будешь потом не ограничен в выборе одежды ты можешь одеть кофту обычную ты можешь одеть да все что угодно можешь купить какую-нибудь куртку там без приставки moto но при этом опять же с мембраной в общем больше вариантов одежды нежели со стандартным экипом и плюс обязательно хочу чтобы была защита с боков ребра что все было под под защитой чтобы такого больше не повторилось я считаю это сейчас очень важно потом обязательно к покупке у меня теперь стоит моем списке важных вещей это купить подъемник для мотоцикла потому что как практика показала если одному на асфальте когда организм здорово подниму его без проблем то есть это как бы можно тяжелый но можно поднять одному но если где-то упал там с негативным углом или ну вот как 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 вот я упал да то одному поднять его практически нереально хотя он кажется вроде легкий мотоцикл до 300 кубовый чё там тоже так велосипед то нифига подобного это не велосипед а центр тяжести высокий учитывая если еще допустим багаж сзади то он этот центр тяжести еще приподнимает будь здоров поэтому обязательно куплю подъемник он я не помню сейчас как он называется и так на вскидку но суть подъемника такова то есть он как бы получается из таких палочек как бы телескопически собирается ну был получается где-то метр такая палка к ней при делается такая штука знаете вот как вот на фурах эти затягивают ремни такие трещотки то есть это трещотка крепится к этой палки и ремнем получается крепится за руль перекидывается через палку и вот этой трещоткой по сути как домкратом можно поднять мотоцикл допустим это очень классно если вас мотоцикл где-то придавил вы упали один на бочину мотоцикл на вас лежит вы не можете вылезти на такой инструмент если будет в ближайшем доступе где-нибудь там на заднем сиденье в центральном кофре или еще где-то чтобы быстро можно было дотянуться рукой до туда вас спасет так скажем поэтому обязательно потом еще так еще что хочу вот три основные вещи это защита груди подъемник и тублец все-таки я думаю взять установить тублецы перед поездкой в августе чтобы можно было не бояться стравливать давление и даже если во-первых машина монтаж облегчится если пробил камеру можно перед этим ремкомплектом для бескамерных шин быстро починить не снимая колес да и даже если она в ноль сдуется я все равно смогу куда-нибудь доехать за счет тублецов поэтому тоже вот вот три вещи которые у меня сейчас в приоритете стоят которые надо бы обязательно приобрести потому что тема интересная и забрасывать я ее не хочу просто сейчас изменю не некоторый подход и даже может быть надо бы записаться на кинкурсы хотя бы базовые пройти чтобы чувствовать себя увереннее на бездорожье вот собственно такой видосик небольшой ладно пойду собираться к доктору все всем пока так опять как а